Зачем нужен брак в современном мире? Это большая тема. В целом, что я хочу сказать, что брак в основном не нужен мужчинам. Ну, так устроена мужская психология. Мужчина, знаете, он немножко такое свободное существо. Думает, ну зачем, зачем все эти формальности? Вот, женщина на самом деле очень страдает, когда нет стабильности и нет уверенности. Она будет постоянно поднимать эту тему. Ну, может быть, мы распишемся, может быть, как-то все официально. Почему? Ей нужна защищенность. Для нее это всегда некоторый стресс, когда отношения не формализованы. Потому что есть как бы опасность, что они могут в любой момент исчезнуть. Это вызывает ее беспокойство, потому что для женщины очень важно иметь стабильность, защищенность. Дети, она должна быть уверена в том, что все будет стабильно, что ничего не разрушится, что на нее не рухнут все эти проблемы, что она за мужем. То есть, понимаете, у нее опора должна быть. И формально зафиксированные отношения – это не просто формальность для женщины, это чувство надежности. Я думаю, мужчинам нужно это знать. Если вы хотите, чтобы ваша женщина постоянно испытывала беспокойство, а это, кстати, будет отражаться и на ваших отношениях, но она же беспокойств. Вместо того, чтобы дарить вам счастье, любовь, заботу, внимание, она будет в стрессе. Ее ум будет отвлекаться, она будет тратить туда свою энергию, и что будет оставаться на вас? Раздражение, неуверенность, претензии. Зачем вам это надо? Ну, это обращение к мужчинам. Зачем нужен брак в современных условиях? Вы знаете, сейчас мир очень такой нестабильный, агрессивный. А брак настоящий, когда есть глубокие отношения между мужем и женой, когда есть атмосфера в семье, когда есть дети, традиции семейные, это, знаете, это дает нам очень большую уверенность, чувство защищенности, вот этого некого прибежища, такое, знаете, нам сложно порой жить в этом большом мире, где столько всего меняется, взрывается что-то, постоянно какая-то конъюнктура, какие-то профессии исчезают, деньги исчезают, инфляция что-то съедает, какие-то кризисы социальные и все остальное. Нам нужен этот островок умиротворения, где мы уверены, что нас любят, где мы уверены, что нас ждут. Вам же нравится возвращаться туда, где вас любят? Вот это ощущение семьи. Вы знаете, сейчас люди очень устремлены к карьере. Ну, в том смысле, что карьера – это смысл жизни, нужно деньги сделать, карьеру, положение добиться. Ну, да, нужно. Если у вас есть энергия, что-то, чего-то добиться в мире, ну, тратьте ее туда. Но если у вас нет семьи, если у вас нет этой близости, дружбы, любви, слушайте, ну, будете ли вы счастливы? Вы в такой нервной гонке постоянно будете куда-то бежать, чего-то добиваться, и добившись очередной цели, опять чувствовать какую-то пустоту, что-то новое нужно. Потом, когда добиваете чего-то нового, опять что-то еще новое нужно. Ну, разве не так? А знаете, в какой-то момент вы не сможете ничего добиваться. заболеть, старость придет. Слушайте, об этом лучше не думать, вы скажете. Об этом нужно думать сейчас. Потому что жизнь должна быть наполненная сейчас. Нам нужна любовь. Нам нужна дружба. Нам нужно внимание. Нам нужна чуткость другого человека. Нам нужна уверенность, что этому человеку мы можем что-то рассказать, и он поймет, понимаете, выслушает. Оставит все дела и просто посидит рядом с нами. Разве не так? Нам нужно это ощущение единства с кем-то. Вот у вас в жизни есть эпизоды, когда человек, который вас любит, он бросал все ради вас, для того, чтобы где-то вас поддержать, что-то для вас сделать. Вы знаете, вот у меня на пальце есть кольцо такое. Тоненькое-тоненькое. Обучальное. Раньше оно было толстое. Ну, где-то раза в три, наверное, толще. И в моей жизни был эпизод, когда я спросил жену, как ты отнесешься к тому, если я уеду учиться на психолога? Ну, меня институт посылал, так это неожиданно немножко для меня было. Это был неожиданный для нее вопрос, и для меня самого был неожиданный весь эпизод, потому что у нас родилась дочь. Ей было семь месяцев примерно. У нас не было своей квартиры. Из двух, нас двоих, работал только я. Это был далекий-далекий какой-то 1991 год. У меня была зарплата 150 рублей. Из них 70 мы отдавали за квартиру. Ну, то есть денег у нас практически не было. И вот я в этой ситуации спрашиваю. Меня институт посылает обучаться на психолога. Как ты отнесешься к тому, если я на год уеду? И она мне сказала, но если тебе это надо, то езжай. И ничего больше не сказала. Я уехал. И приехал без кольца. Обручально. Ну, я потерял его там. Так случилось. Не помню, как это произошло, но просто в какой-то момент она у меня где-то слетела, где-то я его потерял. Я думаю, женщины меня поймут сейчас хорошо. Ну, вернее, не меня, а чувства супруги возможные. Отпустила на год и без кольца вернулся. Она ничего не сказала. Просто спросила, где кольцо. Я сказал, ну, потерял. Через два дня она мне принесла вот это кольцо. И история этого кольца такова, что ей бабушка оставила наследство. Достаточно большое. Но 91-й год очень сильная инфляция и цены на золото взлетели космические просто. Были. И вот она сняла все свои деньги и вот на все деньги ей хватило вот на эту тоненькую-тоненькую такую ниточку золотую. Вы знаете, я до сих пор это помню. Вот это настоящее отношение. И чтобы они возникали, нам нужно уметь жертвовать собой ради блага другого. Потому что сейчас, знаете, очень часто люди, они хотят любовь получить сразу. И в принципе, люди сейчас думают, что любовь — это чувство. Ну, чувство влюбленности. Нет, это не любовь. Это гормоны у вас заиграли. Это, понимаете, это два пола привлеклись друг к другу вот этими физиологическими инстинктами. Это тело просто заработало. Знаете, как вот вы магнит положите из железа, просто магнит притягивает железо. Это не любовь. Это механизм биологический. Но многие люди сегодня это называют любовью. Нет, это не любовь. Это некий аванс, некая возможность того, что вы из этого сделаете чуть-чуть позже. Чтобы любовь появилась, нужны испытания, нужна дружба, нужна поддержка, нужно терпение, нужны слова восхищения и благодарности, и нужны поступки самопожертвования. Разве было это другого? Вот когда мы это делаем, появляется настоящее, очень глубокое чувство. Друг рядом. И я чувствую, что я важен для него. Не моя карьера, не мои возможности какие-то, не деньги, которые я приношу, или там что-то еще. А я важен этому человеку. Вот у вас есть такие люди в жизни? Вы знаете, вот настоящая семья нужна для этого на самом деле. Она нужна и детям нашим, потому что дети вот должны расти в такой атмосфере. Потому что когда дети в начале своей жизни получают вот эту безусловную любовь отца и матери и видят мир между ними, их любовь друг к другу, у них возникает чувство, что они пришли в мир, где царит вот эта атмосфера, где есть вот эта такая любящая, поддерживающая энергия жизни. Я вам такую интересную вещь скажу. Вот если в вашем окружении есть люди, которые, знаете, они очень легко всего добиваются. Ну, как-то вот чего захотели, раз, случается. Что-то еще захотели, ну, как-то само собой все происходит. Есть такие люди? Ну, поищите, посмотрите на них. Я вам очень советую. Поговорите с ними. Вот как они себя чувствуют в жизни, как они мыслят вообще. Знаете, что вы там обнаружите? Они вам скажут примерно такую вещь. Да вы знаете, не знаю, но как-то я вот чувствую, что в жизни есть все возможности. Что, ну, просто в жизни есть все возможности. Что в жизни есть такая какая-то любящая, поддерживающая энергия. Просто нужно верить в жизнь. Что все есть. Все оно придет в свой срок. Слушайте, какие у них убеждения. Вот это все впиталось в детстве. Если вы их спросите, вообще, как у них детство, они вам скажут, что их родители очень любили. И вот через любовь родителей они впитали вот это чувство жизни. И они живут с этим открытым сердцем. Чувствую поддержку жизни. Чувствую руководство жизни. Что все приходит вовремя как бы. Что в жизни есть такая, знаете, высшая, любящая, поддерживающая сила. Это все приходит через родителей. Но я вам скажу такую вещь, вот, дорогие мамы, папы, мужья и жены. Вы не сможете это сымитировать. Вы не сможете дать это ребенку, если у вас в отношениях вот нет этой энергии. Вы знаете, вот эта энергия любви настоящей, такого прибежища, она нужна прежде всего нам. А потом это, само собой, оно передастся и нашим детям. Вот это то, для чего нужна семья. Для чего нужен настоящий брак. Слово, правда, не очень хорошее, брак. Я не знаю, откуда он возник. Но давайте говорить о сути, как бы, о сути настоящих отношений. У вас может возникнуть вопрос, а как создать такие отношения? Это практика. Давайте немножко поговорим об этом. Очень сильно разрушает отношения эта критическая оценка в нашем уме другого человека. Когда мы свой ум концентрируем на его недостатках. На тонком плане мы начинаем разрушать взаимоотношения, мы начинаем разрушать этот образ дорогого нам человека вот этой критикой, этой оценкой. Будьте осторожны с этим. Если вы хотите, чтобы ваши отношения укреплялись, научитесь свой ум концентрировать на лучших качествах другого человека. Вот сейчас мысленно подумайте. Когда вы думаете о своем партнере, вы вспоминаете сразу его недостатки или вы сразу вспоминаете его какие-то лучшие качества? Это проверка, это диагностика в каком состоянии ваш ум. Если первое, что вам в голову приходит, это его недостатки, ваше отношение в очень опасной ситуации, хочу вам сказать. Болезнь уже начинается. Она пока незаметная, невидимая, но вот это ума есть такое свойство, что он начинает накапливать гору этих критических оценок. И она потихонечку у вас складывается там в подсознании. И в какой-то момент вы уже подумаете, а зачем мне это вообще человек нужен? У вас такое, знаете, раздражение начнет нарастать, у вас как бы будет исчезать перспектива в отношениях с этим человеком, ну и там, знаете, как понакатанное уже дальше, как понеслось. Потом кризис какой-то и все, вы думаете, зачем мне это надо и я что-то другое буду искать. Поэтому проверьте, в каком состоянии ваш ум, о чем вы думаете, когда вспоминаете своего партнера, на каких сторонах его личности вы сразу концентрируетесь. Теперь смотрите, вот точно так же, как с болезнью. Если у вас слабый иммунитет, вас любой микроб возьмет, как говорится, с потрохами. Маленькая там, где-то, знаете, эпидемия, все, и сразу вы заболели. Иммунитет слабый. Но если иммунитет сильный, даже если эпидемия вокруг, вы не болеете. У вас есть сила с этим справиться. Поэтому очень важно накапливать вот этот вот иммунитет о настоящих отношениях. Вот эту позитивную энергию, иначе говоря, в отношениях накапливать. Не дожидаться кризиса. Кризисы будут. Не думайте, что их не будет. Кризисы обязательно будут. Так же, как эпидемии, они же приходят. Но если у вас иммунитет сильный, мы выдержим все. Накапливайте позитивную энергию в отношениях. Как это делать? Научитесь говорить слова благодарности. В отношениях очень важно слышать от партнера, что он вам благодарен за что-то. Потому что таким образом вы чувствуете свою нужность. Вы чувствуете, что вы нужны партнеру. Что он замечает вас. Что он позитивно оценивает вас. Любому из нас, уверяю вас, это очень нужно. Потому что мы все очень страдаем из-за таких неоцененностей некоторой. Нам нужно это признание в жизни. Это природа любого человека. Дорогие мужчины, кстати говоря, женщинам это особенно нужно. Ой, слушайте, не прав. Мужчинам еще более нужно. Потому что мужчины оценивают свою жизнь достижениями. Им очень важно как бы слышать, что они успешны. А женщины они больше как бы такую незащищенность эмоциональную испытывают в жизни. Им поэтому все время нужно быть уверенным, что в отношениях они нужны. Им нужно от мужчины слышать, что они любимые, что они очень красивые. Знаете, дорогие мужчины, маленький секрет. Вот если женщина одела какое-то новое платье и вышла, и ничего к вам не говорит, у вас есть одна десятая секунды, чтобы среагировать на новое платье. если вы это одну десятую пропустили секунду и не заметили это новое платье, вы уже получили от нее обиду. Она ждет вашей реакции. Слушайте, здесь много разных нюансов, я сейчас не буду все это рассказывать. Я в целом говорю, говорите слова признательности и благодарности. Находите любой повод, чтобы произнести эти слова. я замечу, что сейчас, когда я это говорю, вы можете почувствовать, что как будто вы не можете говорить. Ну и так же понятно, что все хорошо. Нет, непонятно. Энергия позитивная должна звучать в ваших отношениях. Давайте, начинайте эту простую практику. По мере того, как вы будете это делать, ваша речь будет становиться все более и более щедрой. Вам уже будет нравиться так говорить. Следующее, что я скажу. Думайте о том, как помочь вашему партнеру раскрыть его мечты рядом с вами, его желания, его потребности. То есть замечайте личность другого человека и создавайте условия, чтобы эта личность раскрывалась в ваших отношениях. Ну, например, если ваш партнер... Знаете, есть в психологии такое понятие язык любви. Возможно, вы слышали эту тему, она такая достаточно известная сегодня. Вот для кого-то язык любви это прикосновение, для кого-то язык любви это действие партнера, для кого-то язык любви это слова, которые вы слышите. Это разные языки любви. Вот поймите, язык любви вашего партнера. Для кого-то язык любви это язык подарков. Вот какой язык любви вашего партнера, вы знаете? Начните изучать своего партнера. Потому что любовь – это означает внимание к другому, к его личности, к его потребностям, к его ценностям, к его особенностям эмоциональным каким-то. Но вы изучаете своего партнера? Или вы просто строите такие механические отношения? Ну давай что-то сделаем, давай куда-нибудь сходим. Слушайте, а с кем вы пойдете? Научитесь своему партнеру дарить радость. В отношениях радость должна накапливаться. Совершайте поступки, которые приведут к радости другого человека. В самом общем случае, внимание к другому, оно связано с познанием другого. Заинтересуйтесь им. И еще одна вещь, которую я здесь скажу, это еще одна ошибка, которую можно сделать в отношениях. Это пропускать себя. Нет, ну вы же тоже личность. Если вы будете пропускать себя в отношениях, пропускать, это означает не замечать свои потребности, свои желания. Все только для партнера. Слушайте, вы станете неинтересны своему партнеру, потому что вас нету как личности. В какой-то момент вы станете неинтересны. И в какой-то момент вам станут неинтересны эти отношения. Но потому что вас в них нету. Поэтому давайте проявляйте некую инициативу и силу, чтобы быть в отношениях с собой как личностью. Иногда вам нужно время отдохнуть. И, пожалуйста, договоритесь со своим партнером, что вам нужно это время, чтобы отдохнуть. Иногда вам нужно время, чтобы пообщаться с друзьями. Если вы хотите какой-то творческий проект сделать или что-то, вам нужна реализация. Вам нужно, чтобы члены вашей семьи уважали вашу свободу. Но они будут это делать только в одном случае. Знаете, в каком? Если вы будете уважать их свободу. Если вы будете дарить им подарки любви. Тогда они будут склонны отвечать вам взаимностью. Поэтому это всегда взаимная вещь. Вообще, вот в отношениях поставьте цель. Две цели. Чтобы ваш партнер был счастлив рядом с вами. Это первая цель. И вторая цель, чтобы вы были счастливы рядом с своим партнером. Две личности должны быть. То есть, вы как личность должны развиваться в отношениях. И ваш партнер как личность должен развиваться в отношениях с вами. Вот это все называется интерес друг к другу. Ну и, пожалуйста, помните, что есть одно очень важное качество в отношениях, без которого вы не сможете, знаете, на долгой дистанции находиться в отношениях друг с другом. Это качество называется терпением. Иногда вас будут очень спущать недостатки вашего партнера. Какие-то резкие слова. Какие-то неожиданные поступки. Ваше эго как бы раздражается. Вы не получаете то, что вы хотите. Научитесь терпеть. Но помните, ради чего вы терпите. Это же любимый для вас человек. Это человек, с которым вы хотите прожить всю жизнь. Вот ради этого. Давайте, терпите какие-то неудобства. Еще один очень важный секрет в отношениях, который я вам назову. Это секрет открытости и доверия. И прежде всего он будет проявляться в ваших разговорах. Когда вы делитесь чем-то очень важным. Например, своей болью. Открываете свое сердце другому человеку. Например, своей неудовлетворенностью чем-то в ваших отношениях. Вы можете честно это говорить, но без наезда, без претензии. Не вкладывайте в эту энергию. Вы просто отдаете свое чувство. Я чувствую вот тот и тот. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я рассказываю это тебе, потому что мне сложно это носить в себе. Я хочу, чтобы мы с тобой поговорили просто вместе. Вместе поискали решение. Слушайте, вместе. Вы не требуете от другого, чтобы он изменился. Вот уберите эту категоричность. Это то, что будет очень сильно разрушать ваши отношения. Вот эта требовательность. Взгляд свысока. Ты должен. Ты должна. Мне не нравится то, что ты делаешь. Это все называется наезды. Знаете, такая выстрел из пушки. Нет. Отдайте свои чувства. Но с доверием к партнеру. Что он может услышать. Может понять. Может откликнуться. И для этого уберите вот эту энергию эго своего неудовлетворенного. Просто поделитесь чувством. С доверием. С открытостью. В каком-то смысле с желанием получить помощь. В каком-то смысле может быть так. Знаете, другой человек, когда к нему обращаются за помощью, если вы делаете это по-настоящему чисто, он всегда откликнется. Вот научитесь это чисто делать. Без эгоизма. И так, это доверие в отношениях. Я сказал, что делиться какими-то трудностями. Но также доверие в отношениях делиться какой-то радостью. Каким-то своим достижением, может быть. Какой-то своей мыслью. Каким-то пониманием. Каким-то чувством, которое с вами случилось. Вот отдавайте это партнеру. И строите отношения так, чтобы он был склонен так же что-то сделать подобное. Поделиться чем-то с сокровенным. А это будет только в одном случае. Если он будет чувствовать, что он важен для вас. Вот все его проявления. Любые. Вот сделайте так, чтобы у него была эта уверенность. Чтобы он чувствовал, что он важен для вас. Ну что, много секретов прозвучало? Я вам советую, знаете, это видео еще разочек поставить. И выписать все эти секреты. И не просто их выписать. А подумать, что вы можете делать, чтобы их практически воплотить в своих отношениях. Хорошо бы, если бы вы даже какой-то небольшой дневник ввели. Вот все эти секретики. И по каждому секретику наметьте какие-то поступки, которые вы бы могли совершать. И каждый день проверять, а что вы сделали из этих поступков. Вы знаете, если вы просто месяц, всего лишь один месяц, вот так целенаправленно поработаете с отношениями, вы удивитесь тому, что произойдет с ними. На какой качественно другой уровень они просто выйдут. Проверьте это. Не оставляйте это в этом видео. Мне бы очень хотелось, чтобы это видео стало для вас, знаете, таким, очень практической такой инструкции. С которой вы работали бы каждый день. Слушайте, ну а зачем вот я, например, столько времени здесь сидел за этим столом? Мне бы реально хотелось бы увидеть ваши реальные результаты. Как вы реально начинаете улучшать свои взаимоотношения с своими близкими. Слушайте, давайте психологию из теории превращать в практику. Потому что настоящая психология должна быть очень практичной. Она должна быть практичным инструментом, который меняет нашу жизнь к лучшему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...